Сейчас картошка начнется. Мне нужны силы, я не буду пока постичь это картошка. Это с нашей яблони. Картошку, а там видно будет. Ты большой, тебя побольше. Так, объявляй занятия. Занятия в час. У нас в Барнауле брат попал в больницу. И дело очень серьезное. Прямо могу назвать, Игорь Добунов. И врач сказал, лечить бесполезно. Сначала сбрось это. Убери лишнее, а это укорачивает жизнь. Без страха уточняю, то есть укорачивает себе жизнь. Не можешь кого-то попросить, скажет, я от меня вот это спрячь не могу. Вот это вот не допускаю или как-то. Про нас какая молва-то идет. У них говорят так, если человека взвешивают, а он больше. Его специально бункер бетонный, чтобы не вылез. Его туда сажают. Дня два проходит, его поднимают сразу на весы. Если лишнее, опять, говорит, опускают туда. Прямо в газете пишут. Я говорю, у нас бункера нет такого. У батюшки-то бетонный подпол. Видите? Нам уже все это сказано. Я говорил об этом, ну теперь практически. Игорь пришел, он простой такой. Пришел и рассказывает. Говорит, врач сказал, убери вот это, тогда лечить будем. Все. А почему? Потому что каждую клеточку тебе надо сердцу накачивать. Она же не может так. Эта кровь идет обогащение. А тут нет. Сердце перегружено. Бежать человек этот не... Пять километров он не пробежать. Ну кого пробежать-то? Остальное все. И... Ну когда говоришь, я знаю, обижается. Вот здесь в Потеряевке жил один. Вагнер Николай Николаевич. Мы близко знакомы, он приезжал. Я одного только человека знал такого. Четыре высших образования. Это один институт кончит. Ты знаешь, как это тебе далось трудно. Четыре. Тринадцати или сколько кратный чемпион по самбо в МВД. Это не мог сбросить. Его сколько раз на генерала выставляли. Но эта выпивка мешала, знали, там выпил. Полетел куда-то в Германию, что ли. В аэропорту прямо повалился, упал и умер. А он моложе батюшки нашего. Это не просто так. Простенькое самое, как пост и молитву. Православным не надо ничего придумывать. Пост. Мусульман до вечерней звезды, или как они говорят, когда в комнате белую от черной нитки не отличишь. Можно тогда и есть до утра. А святые они по-другому делали. Они укорачивали себя буквально во всем. Во всем. И мы нигде не считаем, чтобы одобрялось. Лишнее. Потому человек сонливый. И сонливость у него. Он обязательно будет клевать где-то. Я скажу, но это у меня так, это вроде кость широкая. Я говорю, не кость широкая, а рот широкий. Вот прикрой его, и у тебя будет по-другому. Мы о чем сегодня говорили. Как ты можешь обличить кого-то в чем, у самого успеха никакого нет. Ты вот прочитал, открой Библию. Повторяю, на каждой неделе два раза. У меня встречаются стихи. Ну, 94 раза если в году. Тут надо легко понять. Вопросов нет? Лена, мой вопрос. Я про пасть буду. Ну, Виталий уже ответил, что он не будет пасти вообще. Ну, это ничего не буду. А Володю вы не дадите нам? Виталий, объясни. Что ты говорил? Надо копать картошку. А? Картошку копать. Ну, вот. Картошку копать. Он хотел подмениться вроде кем-то можно. С кем ты хотел договориться? С кем? Да ты еще раз сказал. Я подмениться. Вы меня неправильно поняли. Ну, неправильно понял. Ну, что, Лена, надо что-то думать тогда. Ну, вы Володю хоть один раз нам будете давать неделю? Когда? Ну, просто раз. Ну, когда картошку вы копаете? Вы же не все неделю будете копать. А, подожди. А где у нас Люба-то? Люба ушла. Она зря ушла. А она с ним договаривалась. Что-то там куда-то ей поехать надо. А потом я приду, как картошку копать, отработаю. Володя, ну расскажи, кто договаривался? Теть Люба. Так, поэтому Володя один раз. Так она с ним договаривалась. Один раз, когда картошку уберем, тогда можно один раз? Хоть раз в неделю, Володя. Ну да, я и говорю, картошку, когда уберем с огорода. У вас много картошки? Сколько вам на картошку? А? Сколько вам дней на картошку надо? Ну, я и не скажу. Ну, у меня что считать-то. Я только копать могу, ползать. В этом году картошки, урожай плохой. Нам никак без картошки нельзя. Так, Игорь, вчерашние слова я тебе говорил. Ты сказал, полупустой уезжаю. Твои слова? Мы принесем кое-что тебе. А я ему предлагаю, газель нашу возьми. Я не поеду на газели. Я предлагал, я говорю. А ты ответил, нет. Так он не вписан в страховку. Ну, мы посылаем кому? Посылаем, скажу, дроботам. Ну, просто нельзя отказаться будет. Ну и как обычно всегда. Все у меня. Он ей прячется. Ладно, занятие в час, да? Смотри, какое-то колесо спущено, Алексей. Ну, все себе. Ну. Камеру подъезжать. Так, подожди-ка. Я это вот еще мимо. А, хорошо. Ну-ка. 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 Не-не-не. Не крути. Не крути. Не крути. Я не нажал. Ну-ка. 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 Ну-ка.